Вайфай действительно очень медленный, поэтому недоступно. У меня недоступно. Идея такая, да, очень слабая. Нет, тут мало палок все равно, и когда вас не было, то тоже мало. Сам редактор не Матрон, это я могу записать и всем вам разоснать. Маленький такой, ну и сейчас начинается на этом, в этой социальной сети начинается такая программа с короткими уроками, где будет подробно написано, не просто видео, а просто написано уроки текстовые и со скриншотами. То, к чему привыкли люди. То есть можно начинаться с того, с чего начать, как включить, как залогиниться, и потом, когда входите на их сайт, можно закрыть такой сайт, да? Очень хороший способ, но я вошел уже в свой аккаунт. Если у вас нет таких ограничений на всякий гугл, то с помощью соцсетей здесь регистрация очень простая с помощью Google+, или Facebook, с любым аккаунтом вы сюда входите, и у вас все ваше будет храниться. Вчера был такой случай, пришла женщина, которая была год назад на мастер-классе, но она все забыла, что там было, и что там есть, но как найти невозможно. Вот через ее соцсеть мигом зашли, все открылось, что она делала. Все это хранится бесконечно долго. А у нее вдруг появилась возможность опять к этому вернуться, и что такое делать? Сейчас хочу предложить взять проект, который уже сделан, посмотреть, как он устроен, и попробовать его открыть. Я вам буду присылать... Как присылать ссылки, я вам даже теперь не знаю, не могу придумать. Хочется тоже не войдет. В GBM, да, никто не входит? Почему мы входим все? Нет, вы-то входитесь. А он не закрыт Google, потому что канал открылся еще в школе. Вайфай-то он открыт. Google запрещает. А давайте через Wi-Fi можно зайти куда угодно. Кто может, да, войти в свой аккаунт, и я вам пришлю письмо со ссылкой на проект. Тогда в Google Plus зайти в социальную сеть нашу. В Аниматроне или в конференцию? В Аниматроне. Организаторы еще вчера говорили, что нет согласованной политики насчет Wi-Fi, насчет интернета здесь. Техника хорошая. Вот я в соцсеть вставляю ссылку на проектор. Ссылка вот в этой сети стоит на первом месте. Если вы нажмете, то она у вас откроется. Сам редактор представляет собой такую вот штуку. Работа такая. Слева меню, которое похоже на все графические пакеты, практически на все. У меня запись будет полная, всего, что на экране есть, так что я все это опубликую. Может, не стараться, все это будет записано. Хотя бы в этом плане. Есть программа, которая сейчас работает так. Если я нажму на треугольчик снизу, запущу программу, она все время останавливается на тройке, на пятерке. А это мы по предложению Елены Ворониной делали такие веселые оценки, которые можно работы, которые здесь делают в сети, оценивать не формально пятеркой, а вот вставлять такие картинки. Они это радостно воспринимают, особенно кто вообще дистанционно учится. И хочу я сегодня предложить вам сделать совместно, у кого есть гаджеты, конечно, перевести на остальные, на тройку, четверку, двойку. А может, кому-нибудь и путевку в Париж сделать. Не жалко. Слева нарисовано меню, которое позволяет рисовать примитивы привычные, звездочки всякие. Это общая такая экскурсия, потому что есть. Есть лассо, которое стандартное, есть очень много, они разрабатывают над векторными картинками. Векторные картинки, которые можно редактировать и использовать везде, где угодно. Есть возможность копировать из сети любые рисунки. Есть импорт. Можно и JPEG, и PNG копировать, можно аудио всех видов копировать. То есть с музыкой и с голосом здесь проблем никаких нет. Есть видео формат SVG сейчас. И можно шрифты и видео вставлять сюда. На видео потом свою собственную анимацию накладать. Получается такой непередаваемый эффект. Пока такого еще мало где есть. То есть люди работают. Чем этот проект отличается от других, очень мощный спонсор у них и очень мощная команда. Больше 20 человек уже работают. Хоть это и стартап, но очень быстрыми темпами он развивается. То есть будет. Никак не заглохнет этот стартап. Это сто пудов. Как это все работает? Если у нас в начале колесо находится в таком положении, я на линейке времени могу перемещаться. Нажав левую кнопку мыши, двигать это колесо. Перехожу на новое местоположение и издаю конечное положение этого колеса. Чтобы сделать другие оценки, мы выйдем в сцены, сверху сцены. И создадим еще одну такую сцену. Она пустая пока. Вернемся в первую сцену. Скопируем все, что здесь есть. Прямо выделив и нажав копия. Зайдем во вторую сцену и вставим. Вот такой простой способ размножения. У вас уже есть таких два окна. И теперь в том месте, где у нас должна остановиться картинка, мы ее повернем еще. Так, чтобы вставить на другую оценку. Вернем в начало. И запустим. Пятерка вот здесь у меня еще осталась. Поэтому пятерку это я сюда. Или вот эту пятерку. Тоже повернем на тройку. Точки, которые здесь называются keyframe по-английски. Тут терминов русских нет и их искать не надо. Просто такое название. Окошко ключевое окно. А между ними промежуток находится, который называется твиттер. Твин от слова B-twin английского. И этот твин тоже всякими свойствами обладает. Можно делать не линейную зависимость, а можно делать там квадратичную, параборическую, синусоидальную зависимость. Позволяет этой физике неограниченные возможности открывает. Вот, собственно, о чем я хотел мастер-класс-то делать. Использование физики. Но сейчас уже не до физики. Сейчас бы хоть что-нибудь. И сейчас проверим, встанет ли он на тройку. Становится на тройку и стоит. Если мы сделаем третью сцену, то можно любую оценку теперь выставлять. Простота с готовыми проектами работы именно такая. Проект, который был преднужен здесь присутствующими преподавателями английского языка, заключался в том, что мы хотели заниматься анимацией сказки. И я подготовил проект, с которым должны были мы работать, если бы все было штатно. Проект, который... Ну, уже куда-то даже и потерялся. Он назывался «Элефант». Да, мои славы. А, вот они. Если мы выйдем в редактор, то теперь работа будет такая. Мы попадаем на какой-то открытый проект. Мы с вами, вы сидите у себя в городе, я у себя в городе. Открываем по ссылке, присланные по почте, совместный проект. И в этом проекте есть библиотека справа, лайбраря, в которой занесены объекты. Этот объект я могу вставить сюда. Объект сделан так, что он уже по времени двигает ногами. Может качать головой, крутить глазами, все это делается легко. И работа идет не по созданию самого этого объекта, который будет двигаться, спрайтом, который называется, а работа будет идти по созданию мультфильма с готовыми... Может быть, ну, в Эдера не помните. Было такое приложение, перед Новым годом выходило, называлось «Круглый мир», и там были всякие... вкладыши, которые надо было вырезать, клеить, диаграммы... не по экрану, чтобы было без проскальзывания движения. И дальше начинается рисование фона, рисование переднего плана, рисование луны, которая будет на месте находиться. То есть работа, которая школьнику совершенно по плечу. Студенты, которые приходят, я их ничему не учу, этому аниматрону. Есть какие-то уроки, куда они могут заглянуть, посмотреть, как это выглядит. И этим студентам я по физике даю задание собрать из каких-то элементов, ну, типа лабораторной работы, перейти из одной системы координат в другую систему координат, чтобы движение под углом горизонта, например, посмотреть. По горизонтали движется с постоянной скоростью, а по вертикали движется с скоростью, которая меняется за счет ускорения свободного падения. Студенты на это идут очень охотно, формул никаких там нет, зато приходит понимание смысла, который существует. Если сейчас я запущу проект, то, во-первых, слоны, которые стоят там за кадром, сейчас пойдут сюда толпой, с ними можно тоже делать что угодно, можно их уменьшать, увеличивать. А слон, который стоит здесь, будет просто перебирать ногами. Я его могу сместить с этого слона так, чтобы он ушел за экран, и тогда фильм начнется с того, чтобы большой слон пойдет туда, а остальные будут приходить сюда. Что еще можно делать с этими объектами? А ручки-ножки мы им отдельно как-то анимируем, да? Ручки-ножки давайте сейчас нарисуем. У нас есть какое-то туловище. А у вас проект открыт у кого-нибудь, да? Да, он не открыт. Появляется вот это? Или у вас другой, да, открыт? Нет, не появляется. Но он не сразу появляется. После обновления может быть экрана. А чем мы рисуем такое туловище? Есть стандартные фигуры. Эллипс, прямоугольник, звезда, многоугольник и линия. Здесь выделены. Можно где угодно, все это, да. Все это хорошо удаляется потом, ничего не сохраняется. Все сохраняется история. Объект я могу теперь редактировать. Можно сделать ему только контур и убрать заполнение. Редактируется любая окружность. По четырем точкам можно из нее что угодно делать. Если точек не хватает для редактирования, можно добавлять точки. Как это делается, есть уроки. Ну, если такое название слышали, называется линия без Е, которую можно очень плавно, хорошо редактировать. Ну да, это пускай будет ухо, а это сейчас нарисуем человека другим кругом. Который мы поставим на задний план. И тоже оставим только от него контур и уберем заполнение. И сделаем, например, так, чтобы это ухо крутило. Вокруг какой точки будет вращаться, это называется точка, которая задает местоположение нашего уха, точка регистрации. Я могу ее сюда перенести в другое место, и тогда вращение будет происходить вокруг этого места. Вокруг точки регистрации. Стоит на трех секундах сорока и сорок сотых. Я ее перенесу вперед в другое место, по оси времени передвинусь, и это ухо поверну. И получится картинка тогда такая. Ухо будет поворачиваться вокруг точки, которую мы задали. Можно это движение ускорить, можно движение это размножить, возможностей очень много. можно сделать так, чтобы оно было не линейным, а менялось по какому-то быстрому закону. Получилось хуже, чем в прошлом году, это мастер-класс, потому что без интернета, конечно, все это бесполезно. просто посмотреть. И такое у меня главное предложение не бросать этого дела прямо сейчас, завязать какой-нибудь проект с вами делать, пускай он будет долго тянуться до лета, но чтобы он был начат. Начат, и он никуда не денется, мы сможем его продолжать всегда. опробовать, когда вы приедете, вот эту схему работы над одним проектом. Проект будет и у вас, и у меня открыт, он будет общим, и можно к нему подключать учеников даже. Уши можно рисовать везде, да. Ну, самые основы... Чего дается? Вот я вас ссылку к вам послал. Кому я ссылку послал, Ctrl-Z, да. То есть, как везде. Ctrl-Z отменяет последовательно все операции. Нет, настройках доступа, где предоставили доступ для коллективной работы снижения. И они, в принципе, все коллективные. Тут есть проекты, проекты, которые вы будете делать как бесплатные, он называется полностью открытый, публичный проект, они не скрываются. Вот эта ссылка, если мы ее разошлили, это кому можно послать, любой человек может быть. Может быть, может быть, редакционный проект, да? Если вы поставили ссылку в редакторе, вот это вот. Да, это сам посылка. Да. А как полшлаги? А готовы, не почитать, что вы покажете, как он размещается. Чтобы они не могли дизактировать, это уже вымогательская политика всех разработчиков, они начинают требовать платить деньги. А как вот для стройки, что мы, куда мы идем, пожалуйста? Для стройки потом на сайт Амбон, тогда выйдем. Есть ли возможность импорта? Куда-то, для интернета? Импорта или экспорта? Куда-то, для экспорта? Есть возможности того и другого. Если мы хотим импортировать, мы можем вставлять вот то, что здесь написано. В проект выходим. Выходим в проект, желтая кнопочка сверху, и есть импорт. И здесь можете выбирать картинки, чего угодно вставлять. Ну, какие-то ограничения, конечно, есть. Видео, если будете вставлять, там всего одна минута, потому что это очень емко. Если вы хотите экспортировать, то вы делаете... Что-то у меня здесь меню какое-то не такое. То в меню справа здесь... Не просветит... Может ли он обрезать так? Непонятно как. В меню справа есть кнопочка... Расшаривание, которая здесь вот после Subscription Pro она просто не видна здесь. И туда вы, когда входите, у вас есть... Сейчас я еще раз в презентацию попробую войти. В презентации это было. А нету такой кнопочки. Что-то сейчас у них даст. Вот тут начинается с денежной политики. Самое прекрасное, что можно вообще работать в открытом всем в бесплатном режиме. Вы при этом можете... Одновременно у вас может быть открыто 20 проектов, которые будут, ну, общественные в смысле открыты полностью. Всем видны. Не можете их никак спрятать. Если вы хотите 21-й, то вы удаляете один, который был, и на его место делаете 20-й. Что-то не так, что у вас 20 счетчиков нащелкало, а потом выплатить деньги. Такого здесь нет. Можете бесконечно так жить. И если у вас будет в школе один аккаунт, за который будет заплачено 200 долларов в год, то можно пользоваться чем угодно. То есть о скачивании... Вот об этом, может быть, была речь. Можно скачать весь проект к себе на сервере или компьютере от интернета вообще отрезаться. Это один из способов. Второй способ, то, что вы делаете, оно очень полезное и нужно для встраивания блоги, сайта. Тогда вы можете проект сделать, из него конвертировать его в видео или в GIF, и потом проект там убрать. У вас останется видео, GIF, ваше полное распоряжение, с ними делать, что хотите. Можете на YouTube выкладывать, и в те же самые блоги. Если у вас не будет оплачено, там вот есть, что вы можете сделать. Вы можете импортировать изображение. Вы можете импортировать изображение, только вот видите, как он не в обычном формате, а можете импортировать в SG. А если вы хотите... Это будет видно в обычных плеерах, то это надо хотя бы 60 долларов в год набить, то это будет SD-видео, не более шикарного качества. Если нам надо что-то дарить. А его можно сделать другой проект, не член, не автор, не тот, кто заявил, что он автор проекта. Для этого есть такая кнопочка у разработчика, которая позволяет ему либо дать возможность вот этот проект, который может любой человек открыть в редакторе. И можно его сделать так, что его можно будет копировать. А я могу запретить копировать, если я хочу свои авторские права сохранить. Это бесплатный или бесплатный? Это бесплатный. Нет, бесплатный вы вообще, у вас только есть open проект, и все, больше вы ничего не можете. И можете открыть его так, что он будет, любой человек сможет его изменять. Но это уже в платных. Поэтому я про это не буду говорить. У нормальных людей вот открыт редактор и все. То есть любой может зайти? Любой может зайти, но может его только, дальше чего с ним делать? Может его скопировать, но изменять он ничего не может, не имеет права. Он имеет право изменять, но его изменения будут сохраняться. Если он хочет, чтобы сохранялись, его изменения, он должен сделать копию. И тогда будет копия, которая уже другому человеку придает. С вашего. Ваши авторские права, при этом там остаются, будет написано, что проект ваш, но совместно с кем-то, тем, кто у вас... Вместе редактировать нельзя. Вместе редактировать можно. Если вы автор... А потом каждое знание может стать, не может разместить у себя. Вот почему. Копировать. Без вашего желания, да. А как с вашим желанием? А с вашим желанием вы ему даете ссылку в редакторе, и он работает с вашим проектом. И он работает с вашим проектом. Вместе с вами. И вы можете в разные стороны этот проект расставить. Вот еще раз вопрос. Мы имеем 20 проектов. Если мы один из проектов опубликовали где-то, разместили, мы проект в стерли. У нас ссылка в стерли. Да, да. Да, правильно? Надо сделать видео. А видео можно сделать только в бесплатном? Или платном? Видео можно сделать везде, только в бесплатном будет формат видео. Вот такой, который называется SVG, который вставляется как раз в HTML5 тоже. Он играет прямо в браузере, без всяких плееров. Формат очень удобный, а просто непривычный. Во-вторых, вы можете, написано пониже, свободный код, левый, публиковать код для встраивания и фрейм, который всегда встраивается в блоге и сайте. В сайте Google и в блоге очень хорошо устраивается прямо в одно удовольствие. И публикация по ссылке. Вы даете ссылку уже не на редактор, а на сам проект. И он независимо от редактора? Он независимо от редактора начинает играть. Но хранится это все на серверах. Если вы хотите проект этот выкинуть, чтобы у вас что-то осталось, вы делаете видео и делаете GIF, а потом проекты уничтожаете. Видео GIF нужен внутренний или просто внешний какими-то вещами? Нет, просто на экран не поместилось, а? Скачать снова его каким-то образом. Вызовут, установить для того, чтобы еще работа его можно будет каким-то образом из видео. Унлайн. Нет, это все. Из видео нет. Скифа нет. И пропадает вся интерактивность, если вы переводите в видео. А тут интерактивность очень важна. Элемент такой игры здесь совершенно не сгорает, но очень рядом. А вот интерактивность как-то типа. Мы же можем делать столько проектов, сколько нам нужно. Они все будут сохраняться. Там просто есть кнопочка «Давай проект». Открыть новый, да. Кто мешает? В России не теряется аккаунтов, и будет 100 проектов. Никто не мешает. У всех много аккаунтов, пожалуйста. По-другому. Если дети делают, пусть они делают на своем аккаунте. А вам дают аккаунт. все равно копию можешь сделать. А копию у тебя уже как-то проект пойдет. Надо было у нас вести. Нет, а копии не копии. С нуля через сдачу. Давайте, к примеру, с нуля что-нибудь создадим. Ну, что-нибудь такое, что будет не обременительно по времени. Ну да, но только там пару штук. Вот я, например, вошла и там зарегистрировалась. Я могу начать новый проект, но самый примитивный какой-нибудь. Да, вот у меня аниматором здесь что-то поможет. Куда идти? Справа кнопочка есть create. Создать, да. Да. На эту кнопочку надо нажимать, и у вас откроется новый проект, который вы можете создавать. Спасибо. 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 Справа кнопочка create new. Create проект. Create animation. Вот эту, да. Ну, я думаю, создаем сейчас быстренько. анимацию, и на этом заканчиваем, да? Что непонятно, сразу по ходу дела спрашиваете. Попробовать над самим, конечно, да. Открывается новый, ему хорошо присвоить имя, но он будет сохраняться в вашем аккаунте, поэтому с именем это уже ваши проблемы. Да, копируем какой-то рисунок сюда, и с ним будем делать открытку поздравительную. Откуда будем брать рисунок? Рисунок будем брать с моего диска. Нет. А можно из этих галереи изготовленных? Он быстрее будет. Он не то, что быстрее будет, он векторный, он не будет места занимать. Этот рисунок занимает сейчас очень места, много у них на сервере. А как там войдет в вашем? Нет. В мой я вам могу, опять же, скопировать ссылку, это и вам выставить... На почту, да? Не на почту, а вот в тот самый проект, в тот самый социальный сет, который была. Аниматрон по-русски, Google+. И будет здесь ссылка, по которой вы можете в этот проект войти и вместе рисовать будем. И посмотрим, что получится, кстати. Что-то, чтобы можно было менять. Как туда войти? Войдите в Google+. И в Google+. Поиском аниматрон... Аниматрон... В сообщество. Поиском аниматрон латинский, потом по-русски, по-русски. А, давайте возьмем анимированный образ, уже есть летучая мышь, они к каждому делают празднику. Какие-то новые элементы. Самая нижняя строчка, в левом меню, есть паук. Если такого паука нарисовать, он уже анимирован и будет двигаться. Этого паука заставить через 5 секунд оказаться в другом месте. По вертикали он будет сам лазить, а мы его сместим по... на нем щелкнуть и потом развернуть. А между ключевыми точками как-то задается сама анимация или она автоматически появляется? Автоматически она рассчитывается по линейной шкале, а если вы хотите какую-то нелинейность сделать, чтобы убострялось в конце или наоборот затормаживалось движение, тогда она более естественно выглядит, тогда есть способ регулировать. и развернуть квадратик, прямоугольник, какого размера вы хотите его появить, увидеть на экране. Ну да, сеть не больная, хорошая. Ну она как всегда запоминает всех ваших пауков. перетаскиваете свою метку, бегунок на шкале времени снизу. Траекторию движения можно менять таким образом. Мы рисуем эту траекторию, потом необычная такая, я не знал такого, правой кнопкой мыши траекторию копируем, потом нажимаем на объекте и говорим ему беги по этой дорожке. Snap to path. И получается тогда кино такое. Он бежит уже не по прямой, а по той траектории, которую мы нарисовали. Вот такие простые возможности позволяют какие-то основные вещи сделать. С этим мальчиком можно сделать, например, чтобы он не мешал здесь, он будет постепенно растворяться, начиная с нуля до трех секунд 60 убрать видимость. И мальчик будет медленно исчезать, а можно потом сделать, чтобы он опять появился. Картинки здесь снизу есть такие. Есть аниматрон, который прыгает все время. Самая нижняя, аниматрон здесь нарисован. И есть графические хорошие векторные картинки. Много очень, для всяких инфографики, много всяких картинок с людьми, с недоеденным яблоком. Вот недоеденное яблоко. Недоеденное яблоко можно тоже раскрашивать по-разному. И в качестве компенсации за этот мастер-класс можно сделать, например, хэнгаут, если у вас есть такая возможность. Все, что было здесь, повторить в нормальных условиях, когда вы работаете дома, с хорошим компьютером. То же самое я вам расскажу все опять же. С демонстрацией уже с реальными объектами. Да, это было бы здорово. А вечернее время это возможно? Чем позже, тем лучше. Давайте, чтобы один из ночи. Давайте. И даже не надо все вместе собираться, если у вас есть время, вы просто меня вызываете как-нибудь, пишите письма, я все время сижу в интернете. Да, вы все время сидите. Я предлагаю договориться, чтобы у тебя есть не на конкретное время. Я предлагаю, чем позже, чем лучше, да. Нет, зачем? Можно по одному прямо. У меня готовность на всякое сотрудничество, чтобы это как-то двигалось. Нет, нет, я говорю, что если одновременно, то это только 10 с вами. Нет, а, ну, если у вас... не соберется. В принципе, я вам бы дать моего домена, аккаунты, так что можно будет по 25 собираться. Но это тоже получается уже не более хорошо, тут все-таки индивидуальная работа, как со всякими школьниками, лучше один на один глядя в глаза. Спасибо большое. На это готово. Не то, что готово, это прямо моя работа такая. Хочется. Чтобы что-то сдвинулось, потому что я чувствую, что это надо, а люди все начинают, и когда они знают, с чем начать, начинают бросать. И тут, понимаете, еще очень важная идея придумать, педагогическую. То есть, у вас есть навыки, вы знаете, что это такое. Отличие от... Ну, знаешь, а в чем? Там, если вы по кадрам делаете все, и все делаете в растре, то есть качество теряется, здесь этих нет, не насказывается. Здесь рассчитывается по времени не совершенно точно, здесь эффекта наиграть, которая позволяет увеличивать, я могу приблизить 20 поломочек, посмотреть, и... ну, это тот самый современный уровень, который сейчас там. Какой-то графический который делает к флэшу, куда-то куда стремится. То есть, с вашей навыкой можно здесь это делать. Терминология так же самое, что там. С мужем немножко иногда другой появляется. Ну, вот, я так понимаю, что это же с обратной связью, то есть, мы получаем какой-то элемент, куда... что-то там происходит или нет? Да, интерактивность есть, и она будет в конце весны, как они обещали. У них она была, я бы сейчас хотел показать. Сейчас мы просто смотрим, как вот... Анимация. Просто анимация. Да, мы интерактивность сейчас не... Все, я понимаю. Сейчас мы можем только что делать, мы можем проект открыть ребенку, чтобы он что-то в нем сделал, а мы потом посмотрели, что. Может быть, знаете, в начале была такая... лет 23 назад, когда они с рисунками Google работали, и детям задавали... Ну, и сейчас они делают, собственно, интерактивные рисы, которые есть. Когда они раздают детям рисунки Google, те дети дублируют их, называют своим именем, и раскладывают там съедобные, несъедобные, правильные, правильные глаголы написаны в разные корзинки. А потом, поскольку учитель открыт этот проект, он смотрит, что там на тело ребенок. То же самое, абсолютно, здесь сейчас можно сделать, на этом городе. Давайте, какая у вас бюджет на один, на один. Все, здесь. Надо подумать, а потом, а это много такая идея, машина Голдберга, можно с знакомой такое? В Америке каждый год, в Америке каждый год реальные проекты производятся, в Америке собираются в университете дети, человек по 100, а во большом актовом зале делают машины Голдберга, когда шарики катаются, что-то крутится, переливается. Самое идеальное там было, когда дистанционно передавали действиям, на наклонную плоскость установили телефоны и включали вибраторы откуда-то. И он медленно двигался, падал, что-то там замыкалось. Вот такую штуку сделать здесь, коллективные проекты, это просто чудо, какой-то расхват. И сюда детей привлечь. Его можно делать по сценам, по отдельным, не мешая друг другу, а потом все это объединить. на одной сцене много слоев делали. А на каждой сцене есть слои. Тут не оценка с ромашкой. Тут не оценка с ромашкой. А есть... Завел такую таблицу, куда проекты по физике, которые у меня когда-то были, что-то мне надо было. А вы эту табличку можете как-то... Она в сообществе опубликована. Я могу еще раз вам разослать эту картинку. Да, разослали. Уфы, сети, уфы... Есть адреса проекта самого, к которым можете войти и изменить, что вы хотите, чтобы это был ваш проект уже потом. Самое красивое снизу это сложение конверентных колебаний для дифракции. Там дальше есть включение с самой дифракционной картинки с главными максимумами. И для разных берегов это можно сделать. У меня здесь этого нет сейчас. Это такие гифки я брал, которые можно вставлять в тексты. И вторая такая таблица есть для веселых оценок, которые тоже можно коллективно развивать. Пока это Елена Воронина была такая, инициатором. И своих детей она настраполила, чтобы они много идей всякие другие предложили. Можно эти коллективные оценки, веселые оценки. Тут проект тоже развивать. Это две таблицы, которые призыв такой сделать, такую базу данных. А второе, по физике сделано Если вы идете в степик, который сейчас развивается в Академическом университете Санкт-Петербурга, то степик – это второй стартап, который финансирует тоже так само еще ибо JetBrain, мощное, которое разрабатывает программное обеспечение. Поэтому тоже бурно развивающаяся платформа для создания урока. Поскольку у них единый владелец, то получилось так, что они быстро очень синтегрировались друг с другом. Все, что я говорю, тоже записывается, экран здесь записывается, выложит обязательно в общий доступ, чтобы было, ну, понятно, хотя бы о чем я здесь была. И получилось так удачно, что если на эту библиотеку бета сейчас нажать, то мой урок там оказался первым. Как стрелять в яблоко? И вот здесь получилась такая идея интересная, что движение тела, брошенного под углом горизонта, рассматривается как сумма двух движений. Но это, в общем, стандартная вещь. С одной стороны тело движется по прямой справа, а слева вся эта картинка сдвигается вниз с ускорением от сводного падения. И вот эти параболы, которые получаются, это не движение по задней траектории, а это сумма двух движений, которые в аниматроне осуществляются аналоговым путем. Значение как-то привязанное? Без формул. Значения задавались тоже интересно. Значение скорости задавались длиной отрезка, который проходит в шарик, в кадре, и интервалом времени, за какое время он проходит. Без формул. Это было без всякой формулы вообще. В относительных единицах все. Единственное соотношение было между скоростью линейной и вертикальной, которая, ну, уже была равна. Вот эта картинка, это та неожиданная вещь, которую я в аниматроне сумел. И замечательный степик тем, что здесь можно задавать вопросы с неограниченным количеством возможностей. Не просто открытое, закрытое тестирование. Оказалось, очень интересная такая вещь, что люди, которые отвечают, вот здесь на этот вопрос 147 человек ответило. Вопрос был в том, что вопрос был такой, что бросал линей с этой башни. Это вариант ответа. Болянные тапочки, шапка-ушанка, мушкетные пули, пушные, яблок и камень. И только 86%. Потом, когда уже задался серьезный вопрос, то в серьезном третьем вопросе, уже с физикой какой-то, процент упал сразу до 30%. Во-первых, мало кто дошел до него, меньше, чем десятая часть, доходим до последних вопросов, ограничивая тем, что смотрят первый ролик, а потом все это бросают. 60 человек ответили, 30% ответили правильно. Это был вопрос насчет того, с какой скоростью надо стрелять, чтобы пуля успела долететь до яблока, пока то не упала. Задача, которая с формулами решается, можно решить, но тяжело. А здесь происходит неинерциальную систему отчета, и все получается очень просто. То есть, вопросы с физикой все очень интересно. Вот это был один из проектов, который я довел до ума, и сейчас я договорилась с разработчиками на их блоге раз в две недели выставляет какой-то такой вот интересный проект, начиная в обратном порядке. Сначала задается вопрос, как прошла примерно, если шла было равновесить на каком-то, на подставке, а потом распилить пополам, какая часть будет тяжелее. Вот то, что детям можно показать и попросить их ответить. мои студенты сразу начинают теряться и не знают, как ответить. Все уроки, которые вы будете разрабатывать, хранятся тоже под вашим аккаунтом. Уроков можно делать сколько угодно. Все это совершенно бесплатно, и более того, приглашают разработчики к себе, чтобы вам показать, дать возможность записать профессиональное видео, профессиональный звук. к себе это в академический университет в Питере. Мы его знаем собой, большой университет. Большой, да? Не в ЛГУ? Нет, не в ЛГУ, а в академический университет. При Академии наук, которые... Нет, просто в ЛГУ сейчас называется тот университет, который находится в Пушкине. В Петергофе. А у вас, ну, это он называется иммиградский государственный университет. В общем, университет... В Петергофе. Почему в Пушкине? Про такой университет вообще не знаю. Там какая-то военная была академия в Пушкине. Давайте вы на подпись дистанционный, во-первых, начиная, например, через месяц, начнутся уроки нормальные уже. Вот такая задача. Это швабру уже на весь, потом распилить. Какая часть будет тяжелее? Студенты через одному ошибаются. Вот так и рассуждают. И потом их переведут. Один даже дошел до того, что пришел домой и распилил швабру звезти. Молодец. И какого пращего интереса? Но он ничего не понял, просто он ругает дома. А после этого идет уже объяснение с понятиями центра масс, с рычагами, с плечом этой силой. Здесь хитрость в том, что слева у нас плечо получается сильно маленькая, поэтому силы должна быть большая. Как примерно на рынок когда приходите и вопрос к студентам, если у вас торговали на рынке и если у вас будет равноплечие, как у вас куда класть товары и какие-то. То все будет легче. Там, где меньше плечо. Конечно, где-то еще гвоздиком на практике так и получится, что ли? Совсем не по-науке. а в практике все по-другому. Если ты начинаешь на весы смотреть, я буду общаться. А ты, ну, я не считаю, тебя в биржу. Лучше глаза продавцам. Значит, на Google+, это все начнется, на любые контакты, которые прям в письме можете писать, я реагирую быстро очень и готовлюсь на любое сопротивление. Как только проявляется проект, мы его вместе начинаем проделывать. Что-то у вас не получается, вы пишете, мы его вместе исправляем. Если вы детей привлекаете, беру у себя тоже детей, и вы получите. Детей уже три. Я за вас боюсь. Не толкуя, один в одному. Научить вам двух-трех учеников, которые вам потом все будут делать и больше и проблем не будут. Так вы думаете, надо все получить. Ну, всех это жмать. Рукайся всем. Я один раз меня попробую заменить учителя, попросить в школе. Мне ничего не получилось. Я гнейку сломал метровых так, по столуце. Будет, наверное, показывали. Я забыл давно, там, что-то такого не было. В общем, они просто все сидели в своих телефонах и все. Так что я благодарю вас за терпение, за толерантность. Сумели это вытащить. Регистироваться еще нет? Нет. Спасибо вам большое. А вы в этом списке есть?